Всем привет! Сразу прямо в начале скажу, что X-T3 лучше X-T30. Всё, можете закрывать. Прям спойлер. На самом деле, сравнение вообще не об этом. Понятно, что X-T3 это более дорогая камера, более совершенная. Тут вопрос в том, стоит ли переплачивать 40-50 тысяч, чтобы взять себе X-T3, а не X-T30. С разницей в характеристиках всё понятно. Если мы говорим про видео, а в основном мы будем говорить про видео, X-T30 может писать 4К до 30 кадров в секунду с битрейтом 200 мегабит в секунду в 8 бит 4.2.0. Тогда как X-T3 может писать 4К до 60 кадров в секунду с битрейтом 400, 10 бит 4.2.0, ещё и в All Intro это всё. Вопрос в другом. Что если вам нафиг вообще не нужны вот эти 4К, 60 кадров в секунду, если вообще в 4К, может, не снимаете? Есть ли смысл тогда переплачивать? В чём ещё разница? Я использовал X-T30 на протяжении почти двух лет и продолжаю ей пользоваться. Мой обзор на эту камеру вы можете посмотреть по ссылке в описании, где-то здесь сверху или здесь, где-то там. А X-T3 я взял относительно недавно, потому что лично для меня назрела такая необходимость. И вот какие отличия для себя я нашёл в этих камерах. Давайте сначала поговорим про программные отличия, а потом уже про физические. У X-T3, в отличие от X-T30, есть возможность писать в HLG, это Hybrid Log Gamma, которую многие считают более гибким форматом записи, чем F-Log. Также у X-T3 есть на выбор два кодека, это H.264 и H.265. У X-T30 запись видео ограничена 15 минутами, то есть один файл вы можете только 15 минут записать, что для кого-то может быть неудобно, потому что вам надо останавливать и включать запись заново. Это неудобно для съёмки интервью, для съёмки, кстати, вот таких видео, что надо постоянно подходить и заново запускать. У X-T3 ограничитель тоже есть, но там он уже 30 минут, и это уже более-менее терпимо. Самый важный момент, X-T3 не перекрывается при записи в 4К. У X-T30 где-то 22-25 минут, в зависимости от батарейки, и всё, она вырубается. В принципе, на этом вся разница в программных характеристиках заканчивается. У камер одинаковый сенсор, одинаковый процессор, одинаково работает автофокус. Всё очень похоже. В чисто физическом плане различий больше. X-T3 больше и тяжелее, чем X-T30. Это, давайте я вам прочитаю, 539 грамм против 383 грамм у X-T30. На самом деле, обе достаточно лёгкие. X-T30 очень лёгкая. На трёшке немного, прям вот совсем чуть-чуть побольше хват, но один фиг её неудобно держать одной рукой, и поэтому клетки, дополнительный хват и вот это вот всё там тоже прям, прям да. У X-T30 куча всяких кнопок и крутилок, но на X-T3 их ещё больше. Там практически все крутилки двойные, у них верхняя и нижняя часть крутятся отдельно. Практически все настройки, которые есть, вот вы можете под крутилку отдельно, под неё выделена отдельная крутилка. Это очень удобно, что всё можно настраивать именно физически, опять же, не заходя в меню. Кнопок на X-T3 тоже больше, чем на X-T30. Там есть как джойстик, так и традиционные кнопки вверх-вниз, право-влево. Также кнопка быстрого меню Q расположена в адекватном месте, а не как у X-T30 под большим пальцем. Кстати, после того, как я снял обзор на X-T30, мне в комментариях написали по поводу этой кнопки, что чё ты не ставишь, там, вот этот вот упор для пальца. Там, что программно сейчас с обновлением можно вырубить эту кнопку. Но это всё да, но, блин, это же костыли всё равно, и это не решает проблему. Мне как бы нужна эта кнопка, это быстрое меню, она реально полезная. Но меня бесит то, что она нажимается постоянно. И в башмак я тоже не хочу ставить, там, условно, этот упор для большого пальца, потому что башмак мне тоже нужен часто для других вещей. У X-T3 отделение для карт памяти расположено сбоку, и их там две, слот двойной. Вы можете записывать либо последовательно сначала на одну, потом на вторую, либо на две сразу, например. У X-T3 традиционная, более бюджетная схема. Карта памяти находится в отсеке с батареей, и, естественно, она там одна. Если же мы посмотрим вниз камер, то увидим, что у X-T3 резьба расположена, резьба для штатива четвердюйма расположена посередине практически камеры. И при установке штативной площадки она не перекрывает батарейный отсек. У X-T3 же из-за компактности камеры резьба сдвинута немножко в сторону, и, соответственно, с установленной штативной площадкой батарейный отсек вы не откроете. Дальше переходим на другую сторону, к отсеку с портами. В X-T3 стоит нормальный вход для микрофона 3,5 мм. На X-T3 он стоит 2,5 мм. Инженер, который придумал поставить такой вход, будет гореть в аду в котле на 30% меньше, чем стандартный, я надеюсь. На X-T3 есть отдельный вход для наушников, что очень удобно при съемке видео со звуком. Вы можете сразу мониторить звук. На X-T3 через переходник USB-C вроде как можно подключить наушники. Но, честно скажу, ни разу так и не делал этого. У меня через монитор мониторился звук, поэтому мне это не требовалось. Практически единственное преимущество X-T3, это сомнительное на самом деле такое преимущество, конечно, это наличие встроенной вспышки. Может, ее кто-то использует реально. На X-T3 встроенной вспышки нет, есть небольшая внешняя, которая идет в комплекте вместе с камерой. Еще моменты, которые есть у X-T3, это заявленная защита от пыли и влаги, а также возможность поставить батарейный блок, который продлит время жизни от одной зарядки. У вас получится три батареи одновременно в камере с батарейным блоком. Потому что, что у X-T3, что у X-T30, работа от батарейки такая себе. Батарейки у них одинаковые. MP W126S, они не очень емкие. Вот поэтому, кто чем может, тем и спасается. Эту проблему на X-T4 только решили установкой новых батарей более емких. В целом, такие вот различия есть у камер. Без сомнения, X-T3 гораздо более хорошая камера, но она и более дорогая. Стоит ли за это переплачивать? Тут каждый решает сам для себя. Если говорить про картинку, то в условных 4К, тем более в Full HD, они картинку будут давать идентичную разницу. Это, думаю, никто не заметит. Мне X-T30 хватало за глаза, пока я снимал для себя. А вот для коммерческой работы, какой-то вот уже более сложных задач, ограничения, они не столько прям не дают снимать, сколько создают лишние проблемы, которые отнимают время, подбешивают. Поэтому я для себя сделал выбор в пользу X-T3. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Это был не такой вот классический обзор сравнения двух камер, где мы берем там и показываем картинку с двух камер, потому что, как я еще раз говорю, картинка у них практически одинаковая. Разницы вы никакой не заметите. Разница заключается вот в небольших отличиях характеристиках и в внешних различиях, которые вот и делают X-T3 лучшей камерой. Если бы так не было, то было бы очень странно, что X-T3 вообще выпустили, его тогда не выпустили. Она должна быть хуже, потому что она стоит меньше. Маркетинг. Так работает. Выбирайте, если выбираете. Надеюсь, что видео вам помогло. Всем до новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok